седьмой день недели вроде как положено отдыхать а как это лучше сделать ну конечно же в компании скользкого льда на кинопоиске у нас сегодня вторая серия зеленого дерби и выезд лютой банды ларионова в минск пропускать такое как минимум некрасиво иначе о чем завтра на работе разговаривать так что давайте руки в ноги и бегом в наш обзор погнали интересно на просторах отечественного хоккея еще остались люди которым надо объяснять что такое зеленый дерби и почему его нужно смотреть не отрываясь от экрана если такие еще и остались то наверное где-то под камнем для остальных же напомним что первый раунд противостояния уфы и казани в текущем сезоне остался за парнями виктора козлова которые смогли отыграться с минус 2 и одержать победу с минимальной разницы в счете акбар с тех пор выиграл два матча и уж точно не намерен упускать возможность продлить победную серию до трех встреч на глазах у своих болельщиков самое время взять реванш а что из этого выйдет узнаем прямо сейчас в общем зеленые дерби здесь сами все понимаете даже лишний раз говорить ничего перед такой игрой не нужно сразу сел и поехал это будет мощно казань получает большинство уже на второй минуте шмелев фалит на петрове и все пожалуйста акбар сыграет в пятером против четверых яшкин на пятаке сколько же там шанса было именно у 23 но несмотря на все это ему ежов и партнеры пыли в том числе отличиться не позволили а вот затем спустя буквально полторы минуты забивает станислав галеев и он вновь отличается в матче против салавата юлаева это в общей сложности уже четвертая шайба на старте регулярного чемпионата выигранное бросование и на самом деле вот на эту комбинацию смотреть просто любо дорого одно удовольствие сколько передач причем длинных все в касание практически и получилось у акбарса большинство реализовать там отчасти возможно порталь салавата зимнул в этом эпизоде еще один шанс галиева но дальше все превращается в стычку на не в голевой эпизод ну тут конечно же все вполне очевидно зеленое дерби акбарс против салавата где же без драк по-другому здесь безусловно быть не может но если говорить про конкретно этот эпизод то все вполне законно судьи рассмотрели момент и никого в итоге не удаляли затем еще одно большинство после уже удаления егора сучкова шипачев и посмотрите куда он заряжает вот здесь на одном из повторов мы это обязательно увидим вам и звенит перекладина прямо возле ильи ежова 718 до конца стартового отрезка уфа пока как будто не вышло на игру но вот он шанс милевский адресуют на пустозерова и гляньте сколько пространства у него бросок то этого парня очень хороший но здесь он вратаря акбарса тимура белялова не переиграл но любопытно что несмотря на все игровое преимущество акбарс первом периоде салаватта даже не прибросал там восемь бросков створ с каждой стороны а вот во втором отрезке казанцы уже начали конкретно так буквально в каждой второй номерной смене штурмовать чужие ворота и смотрите к чему это все приводит бросает петров и оформляет второй гол акбарса в этой игре все произошло на отметке 6 40 во втором игровом отрезке и вот это уже конечно было следствием того как играл акбарс в том числе и в этих моментах с борьбой за шайбу потому что здорово смогли побороться с афонов и быков но петров был на чистом льду то есть вроде бы игроков вокруг много но никто совершенно на него не выкатывается клюшки не выставляет так что здесь он конечно же воспользовался своим шансом здорово как и затем забивает или я с афоном вы только гляньте что эти парни вычерчивают максим быков и александр радулов с авторы в случае с этим голом быков вообще играть не часто но в этом матче был заметен у него первое очко в сезоне александр радулов оформляет уже второй балл за передачу в этой встрече шикарная комбинация все форварды поучаствовали ну и 24 завершил кистевым броском пора посмотреть и поговорить о третьем периоде салават юлаев действует в большинстве все это прямо на старте и действительно шансики появляются смотрите что происходит вячеслав лещенко забивает при игре формате 5 на 4 то есть удаление адамчука еще в конце второго периода перенеслось на 3 и лещенко вновь отгрузил гол казанскому акбарсу вот так новичок который и в предыдущем зеленом дерби оформил два гола и теперь забивает еще раз так что у него уже три шайбы за два матча с кистей здесь бросил через лямкина и шайба там все-таки проскочила в том числе и через вратаря это самое главное далее удаление акбарс получает за нарушение численного состава буквально через минуту после гола вячеслава лещенко и вгоняет шайбу в итоге динар хафизулин в том числе бывший игрок казанского акбарса это его первый гол аж за 58 игр и правда как же вовремя динар хафизулин издали в касание то как умеет бросать показал здесь наглядно и салават юлаев действительно вернул интригу в эту встречу на радость в том числе и публике уфимской которая приехала свою команду поддержать и забегая немного вперед у акбарса кстати в за весь третий период всего четыре броска поворотом поэтому приготовьте здесь может быть жарко передача вперед и какой шанс упускает уфимский салават юлаев причем это вновь 51 вячеслав лещенко который мог еще раз оформить дубль но уже в игре в казани передача на право лещенко и похоже на каркас ворот причем там видно что и в центре игрок мог бросать но дошла шайба в итоге до 51 атакует казанский акбарс евсеев низом и она заходит ворота никто не понял как это произошло но на радость молодому защитнику никите и все его действительно это случилось первый гол в сезоне вот так долгое время молчал и приверег видимо на самый нужный момент этот бросок низом была довольно долгая позиционка и в итоге он попал именно туда куда нужно и установил окончательный счет в матче против салаваты улаева 42 акбарс берет реванш и возвращается на вторую строчку в таблице востока нижегородскому торпедов вообще не свойственно участвовать низовых матчах но с некоторыми соперниками у волжан получаются особенно результативные встречи одна из таких команд как раз минское динамо чуть ранее встреча зубров и автозаводцев закончилась со счетом 64 в пользу дружины ларионова забьют ли соперники сегодня больше десятки у нас нет оснований иначе считать но все как говорится покажет игра давайте перейдем непосредственно к ней значимый нюанс в старте у минского динамо на эту игру вратарь егор вильмакин впервые в кхл но поначалу то в игру вступал не он а иван кульбаков по другую сторону льда гляньте что происходит сыграли буквально 10 секунд и сразу два подряд шанса возле ворот торпеда и все началось даже не с передачи калдиса а скорее с переправления в нейтральной зоне меркли и дальше два шанса имели его партнеры в ответ торпеда играет большинстве максим льтунов здесь отличиться не смог хотя любопытно как легко он прошел к воротам коди керн там стоял и особо никак собернику не мешал здесь потеря и уже джемел смеет в обратную сторону потенциальный выход один на один смит бросает но реагирует кульбаков дальше пытался меркли помочь однако по шайбе он именно в той ситуации не попал но при этом атака не закончена и минчане сохраняют контроль в зоне атаки перевод на синюю линию далее следует наброс и отскок за смитом казалось бы все перед ним уже пустой угол бери да попадай но шайба скакала и это было явной проблемой для канадского крайнего нападающего затем торпеда вновь играет в большинстве это уже концовка бросок и добивание максима летунова этот парень просто в огне седьмой гол в девяти последних играх конюшков и атанасов ассистенты именно защитник богдан конюшков набрасывал шайбу в сторону ворот он чувствовал да что там есть партнер что есть трафик можно попробовать и в итоге не прогадал затем торпеда продолжает наседать на чужие ворота и мы видим очередную атаку передача не проходит но мы видим что происходит толчок на борт а это удаление я не калдис наказан малым штрафом и пятерка атанасова оказалось на площадке как раз василий и забивает примерно минута с небольшим оставалось до конца первой 20 минутки и вы гляньте кто делает передачу да там постарался коваленко отклеив ее от борта но артамонов 17-летний никита артамонов отдает а атанасов уже в свою очередь забивает в итоге торпеда забила с 7 бросков два гола удивительно ли это да и сколько потому что реализацию команды ларионова весь сезон просто впечатляюще угрожали местами воротам клубакова но такими бросками конечно пробить его будет проблематично а далее торпеда играет в большинстве и вот такой выход один-на-один данил савунов низом не смог переиграть негора вильмакина ведь хитрый парень пытался там найти эту щелочку и в принципе визуально нашел но не забил а дальше торпеда играет представьте себе в меньшинстве втроем андрей билевич снова один-на-один и в итоге он не использовал свой шанс а затем столкновение с соперником улетел в борт мало приятного и естественно этим в нижнем новгороде я полагаю многие были недовольны небольшой толчок и головой прямо в борт надеюсь что с нападающим в дальнейшем все будет в порядке но в целом по этому матчу он и третьем периоде в итоге появлялся еще один шанс и вновь меньшинстве уже николай коваленко вот теперь торпеда удалось использовать этот эпизод то есть три выхода подряд один-на-один в большинстве потом 3 на 5 и теперь 4 на 5 как минская динамо играет в обороне в такой ситуации просто никак минска динамо там отсутствует убежал коваленко и набрал уже 11 очко в этом сезоне столько же у василия атанасова и они лучшие бомбардиры в составе нижегородской команды но минчане не бросили бороться и посмотрите какой шикарный гол забивает арсений бринкман это его первый гол за динамо и второй в кхл предыдущий был за ска передачу кстати оформляет вячеслав основе на его буквально на днях подписали в минская динамо и его возможности хорошо знает дмитрий квартально подписали как выясняется не зря потому что здесь вы дал шикарный пас на защитника арсения примпена но это еще не все торпеда играет в прессинге в зоне атаки артамонов бросает а теперь еще раз с острого угла какой классный эпизод эти парни создают причем они делают это самостоятельно исходя из прессинга но тут же ответ в обратную сторону минская динамо бежит сам и нас принимает бросает но кульбаков в очередной раз останавливает эту шайбу не успели многие ребята из торпеды вернуться в оборону да там пытался и от амонов но это все было напрасно и надежда такой ситуации только на вратаре и вот если брать именно 40 минут игры то конечно счет реально отражает то что было на площадке но я думаю и по моментам в нашем обзоре вы успели в этом убедиться еще один выход один на один мало пожалуйста и кстати забегая вперед это не последний я советую друзья вам считать эти самые выходы у торпеда но здесь потеря бросает ник меркли и возвращает интригу в этот матч 2 3 3 гол канадца в этом сезоне любопытно что аккурат перед этим пытался убежать николай коваленко и это видно да он перехватил шайбу по сути но в последнюю секунду буквально уже возле линии украл ее сэм эннес прям наглым образом здесь бела дня и забил ник меркли как кажется там слегка вратарь рамку потерял еще один эпизод и целая серия добиваний но пока кульбаков не дремлю да конечно вот начиная примерно с этого момента аккурат с гола меркли игра сильно поменялась если первые два периода прошли с преимуществом гостей то теперь в этом отношении лучше были хозяева и они просто доминировали целыми отрезками в третьем периоде но барон помогает как может и пока вратарь не пропускает больше двух еще один вброс зону атаки далее роман гарбунов видит партнера делает передачу бросок здесь забить не удается еще разок а вот здесь зашла роман гарбунов третья шайба в этом сезоне и самое любопытное что он то как раз воспитанник нижегородского торпеда и теперь забивает столь важный гол да с острого угла да не сразу но его команда смогла сравнять счет и сразу же вбрасывание после этого гола торпеда тут же на подборе и забивает моментально дэниил бок он спустя всего-навсего 8 секунд после гола гарбунова и знать какая драма бок он в этом матче впервые стал капитаном на уровне кхл а знаете где он родился родился он в минске и вот теперь забивает важнейшую шайбу по сути на родном льду еще один эпизод с выходом один на один причем вновь в меньшинстве но никак не удается в такой ситуации пробить егора вильмакина да если взять только эти моменты их там уже голов на 5-6 наверное наберется у раков тоже воспользоваться им не смог но конечно многовато шансов позволяли создавать сопернику нижегородцы в конце этого матча и в середине третьего периода в том числе были шансы вот меркли здесь имел возможность но не забил и торпеда победила в минске в шестой раз подряд на этом мы подводим черту и игровому дню и вообще всей неделе старт сезона это все-таки особенное время за летом мы все так и сголодались по хоккею что хочется смотреть его сутками напролет поэтому давайте дадим друг другу слова встретиться завтра здесь же на кинопоиске тут и повод подходящий в календаре сразу 6 матчей так что не будем лишать себя удовольствия с вами был скользкий лед до встречи